Сегодня наш долгожданный эфир, сейчас будут люди подключаться. Я со своей стороны хотел поприветствовать Айжан. Айжан сейчас находится у нас в Швеции. И что я хотел отметить, то что у Айжан сейчас проходит учеба в одном из шведских институтов, а также дополнительно Айжан находится, можно сказать, в эпицентре событий и может поделиться с нами, что же происходило в этой стране. Потому что сейчас мы слышим неоднозначную информацию в СМИ, читаем, смотрим. Плюс у Айжан детки ходят в школу и в стадик, соответственно, может поделиться, как у нас там все обстоит, точнее, не у нас, а в Швеции. Это обстоит с различными, во-первых, вопросами, моментами в образовании, в школе и в садике. Ну и, конечно же, Айжан, хотелось бы услышать, что ты думаешь про инновации. Вкратце, если говорить про ситуацию, которая у нас сейчас в Казахстане, то она, к сожалению, сейчас на данный момент плачевная. То есть у нас не хватает и лекарств, не хватает и мест в больницах. У нас сейчас реально ковид пришел к нам в Казахстан. И всех, кого, знаешь, раньше получалось так, кто-то в Ухане болеет, кто-то в Европе болеет. А сейчас я знаю миллион друзей, миллион, в кавычках, слава богу, которые сейчас заразились в Казахстане. И они все или дома, или в больнице кто-то где-то сейчас лечится. Вам всем выздоровление, конечно, дорогие наши слушатели. И опять же, те, кто будет смотреть этот эфир. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в Швеции, да, и какая сейчас там ситуация на данный момент. Да, хотела бы даже поприветствовать всех. Я хочу отдельно поблагодарить Астакен за то, что ты организовал это все. И вот всей твоей команде. Ну, да, тема ковида, она такая действительно, так сказать, актуальная. И, честно говоря, я как-то так оказалась, да, в такой ситуации, что вот Швеция именно взяла и пошла по своему какому-то уникальному пути. Когда там все делали одно, они делали абсолютно другое. И даже первое мнение было, что это якобы такой эксперимент, чтобы, ну, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ну, вот, я хотела бы, знаете, я подготовилась к эфиру, да, приготовила некоторые цифры, поэтому хотела бы вам озвучить их. Ну, на сегодняшний день, да, надо оценивать корону-кризис и коронавирус с точки зрения, вот, сначала надо посмотреть, какое у нас население. Вот если в Казахстане у нас где-то 18 миллионов, то в Швеции 10 миллионов, да, человек. Корона пришла в Швецию, наверное, где-то в конце апреля, ну, такой уже пик начинался. Ой, в конце февраля, начало марта. В основном он был завезен из Италии и из Австрии, когда все на Крисмас-каникулы поехали в Италию и в Австрию кататься на лыжах. Все, в основном, вот, Стокгольм. То есть первая вот волна пошла именно в Стокгольме. Я живу не в Стокгольме, я живу на юге Швеции, Хальмстад, это два часа езды от Копенгагена, то есть я ближе к Дании живу. Ну, на сегодняшний день статистика такая, 60 тысяч подтвержденных случаев и 5 тысяч твердей. Это вот с того момента, когда они начали фиксировать коронавирус. Что я могу сказать по еще цифрам? Я нашла такую цифру, что вот за май месяц они постоянно фиксируют в целом смертность. Не только там, например, от коронавируса, да, они смотрят вообще коэффициент смертности на 100 тысяч человек по году. То есть май к маю, да, там апрель к апрелю. И вот, например, майские цифры вышли по смертности. Цифра были 82,9 на 100 тысяч человек. Это вот такой коэффициент. Он считается чуть выше, чем 2015-2019 года в сравнении с этими цифрами. Но ниже рекорда, который был 86 на 100 тысяч в 2001 году. А это рекорд с гриппом сравнивается, да, корона, да, именно в Швеции? Да, да. То есть, нет, 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 не с гриппом, а вообще смертность. Вот я просто там от ДТП, не важно, да. То есть у них есть коэффициент в целом смертность. То есть в этом году, да, из-за коронавируса видно, что произошел определенный рост смертности. Но он все равно не превысил общую смертность 2001 года. Где-то был вообще рекорд. Также вот я знаю, что у меня есть один мой однокурсник. Он говорил еще так, что вот, например, когда они тоже на начало мая фиксировали цифры, что у них 70 плюс люди смертность обычно по году где-то 10 тысяч в среднем. То с коронавирусом у них было где-то 11 тысяч. То есть тоже небольшой рост. Ну, также я хотела бы отметить, что из этих 5 тысяч смертей у нас, как во многих странах мира, 90% это кому 70 тысяч. То есть все понимают, что, да, это как бы он в первую очередь именно взрослое поколение. То есть очень опасно для взрослого поколения. Также я хотела бы отметить, что вот все думают, что вот когда живешь в Швеции, вот эти 5 тысяч, они там вот шли, люди жили там, и вот 5 тысяч человек умерло. На самом деле было не так. У них в основном эти 5 тысяч, то есть 90% смертей, это в основном из домов престарелых. То есть в Швеции очень развита система домов престарелых, и они достаточно крупные. По 100, по 200 человек там живут. И у них, вот они сейчас понимают, что у них были неправильные процессы там организованы. Они, получается, у них там люди, которые приходили, обслуживали взрослых, да, стариков, они больше как бы почасовая оплата шла, и даже когда они были больны, в плане того, что им было невыгодно сидеть дома. И они шли, и понятно, что вот это, и они так же не вовремя, они не... Ну, например, по Стокгольму, то есть тоже еще каждый регион по-своему отреагировал. Вот в Стокгольме смертность высокая. А вот, например, в Южной, где вот мы ближе к Дании, там, наоборот, ниже. Почему? Потому что когда только начался коронавирус, они запретили родственникам приходить дома престарелых. А в Стокгольме они не запрещали. То есть еще родственники занесли. В общем, там в основном, вот, если сравнивать Норвегию и Данию, вот, как всегда нас сравнивают, да, Швецию, там действительно ниже. Во-первых, у них система, вот, организация дома престарелых немножко другая, они больше при больницах, и они более мелкие. Там не по 100-200 человек живут, а там по 15-20 человек. Поэтому это одна из причин. И когда говорят, вот, вот шведский путь, и вот там 5000 там смертей, да, или там вот такая там высокая смертность из-за того, что они там не пошли по карантину, я считаю, что это такая грубая ошибка, потому что здесь больше произошла именно вот процессная ошибка, вот именно по домам престарелых. То есть в основном смертность там была высокая, а не так. То есть по сути ты говоришь следующее, то, что в Швеции модель их общества такая, что в основном такое вот поколение взрослое, оно нормально относится к тому, чтобы жить в доме престарелых. То есть они там общаются, даже, наверное, социум какой-то у них есть. И это нормально, да, своего родителя устроить дом престарелых. И получается, у них были места, где... Они даже сами туда стараются. Сами стараются туда, тем более. Получается, что в Швеции там как раз есть места, где было скопление людей возрастных, возрастных, и как раз не продумали именно механизм того, как туда вот эти работники, обслуживающий персонал под собой приходили, всех заражали, и им было невыгодно дома сидеть, правильно? То есть по сути, но опять же, я более чем уверен, что вот эти 60 тысяч зараженных, плюс еще статистика по смертям, да, вот, конечно, это 5 тысяч немало, но в то же время это все актуальная, да, статистика. А вот, говоря у нас сейчас, вот, нету тестов. У меня есть друзья, которые сейчас с симптомами в данный момент находятся дома, но не могут протестировать, у них ковид, не ковид, потому что банально нету тестов, и до 20, по-моему, 9-го числа протестироваться невозможно. Поэтому, конечно, ситуация такая, нестандартная. Я могу сказать одно. Хотелось бы вот рассказать теперь примеры, да, которые были вот в начале, и вот прям сравнить, да, что было в Казахстане и что вот в Швеции. Я же тоже читаю казахстанские новости, у меня родственники, и я все у них узнаю, да. Что вот я отметила, что сделали шведы. Когда все это началось, я могу вам сказать, что тестов в Швеции тоже особо нет. То есть, например, у меня нет возможности пойти, сказать, знаете, а можно я там протестируюсь? Даже платно. То есть они изначально дали народу, что не надо там истерично бегать, паниковать и там тестироваться, этого не нужно делать. Ваша задача, вот то есть были правильно организованы кризисные коммуникации. Они что сделали? То есть, во-первых, я хотела бы отметить, как они, то есть правительство и вот эпидемиолог, как они коммуницировали, да, с самого начала эпидемии. Во-первых, если вы посмотрите новости для интереса вот по Швеции, то они выходят, они почти каждый день делали пресс-конференции, вот особенно когда пик был, они почти каждый день выходили на пресс-конференции. У них это происходит стоя, они не сидят. И туда выходили, вот я вот что отметила для себя, не один там министр по здравоохранению или главный эпидемиолог, а выходили те люди, которых этот коронакризис затрагивал. Например, экономику. Коронакризис затрагивал? Затрагивал. Выходил министр экономики. То есть первый человек, да. Второй. Рабочие места люди начали терять, да, там. Проблемы начались. Там, например, отель, туризм, да. Министр, министр соцтруда, там, и обеспечения, да, выходил. Эпидемиолог обязательно выходил и ментал. То есть выходили вот на вот эти конференции каждый раз те, когда именно кого затрагивало этот кризис. И когда, например, эпидемиолог говорил, то есть постоянно говорились, вы должны, если вы себя плохо чувствуете, вы должны сидеть дома. Это с самого начала речь шла. Даже если у вас маленький насморок, хоть даже вы так по чуть-чуть почувствовали, что у вас там что-то не то, горло запершило, вы должны сидеть дома. Так, и вы сидите дома, вы не переживайте. И тут выступает министр экономики или министр соцтруда. Да, вы будете сидеть дома, но если вы берете больничный, вам не надо обязательно, раньше надо было идти там у доктора, брать сертификат, справку, да, что ты реально заболел. Сейчас, говорит, этого делать не надо. Вы сидите дома, позвоните нам вот на такому четырехзначному номеру, 11 с тем, это там общий номер. Скажите о своем состоянии и так далее. Мы будем смотреть за ним. И тут министр труда выступает, и министр экономики выступает. Говорит, больничный мы вам оплатим 80% за счет государства. Ничего себе. Те люди, которые, да, те люди, которые потеряли работу, например, да, у нас есть, у них есть страховая, как бы, как компания, Акаса это называется, я вот тут здесь узнала. Ты когда, ты, во-первых, каждый месяц оплачиваешь, это как вот у нас есть министр страхования, вот то же самое. Они, да, каждый месяц оплачивают где-то 120 кронов, ну, это где-то 5 тысяч тенге, а сейчас она чуть-чуть подорожала, 7 тысяч тенге оплачиваешь в эту Акасу. И когда ты теряешь доход, они тебе 3 или 4 месяца, пока ты найдешь свою работу, они тебе платят твою зарплату. Где-то до 80-90%. То есть они делали все, чтобы люди оставались дома при маленьких симптомах. И при этом их экономически поддерживали этих людей. Говорили, вы сидите, за деньги не переживайте, у вас будут деньги. По бизнесу, да, например, мы видим, что там бизнес теряет, вот вам кредиты, такие-такие там. Сейчас, например, людям стали, чтобы экономика начала, у меня там вопрос один поступил, как там экономика? Экономика росла сильно, а после коронакризиса она действительно все равно отразилась на шведской экономике. И сейчас они все равно пытаются реанимировать и дают, например, даже уже ипотечные кредиты почти беспроцентные. То есть раньше надо было все равно первоначальный взнос какой-то внести, сейчас почти беспроцентный можно внести. То есть что мне вот импонировало, что с самого начала правильный месседж, давался, да, людям, и людям объясняли, что нет смысла там бегать, тесты сдавать, нет смысла там маски настигать. Да, есть смысл руки мыть и есть смысл социальное дистанцирование. То есть вы приходите в магазин, вам желательно друг от друга стоять два метра. Вот постарайтесь вот это соблюдать. То есть вот эти два простых правила, которые они просто вот с самого начала, просто я могу сказать простыми словами, долбливали людям просто вот с самого начала. То есть они не говорили там, вот мне понравилось, одна девушка с Балашака выступила там, вот у нее там прям сильно в Фейсбуке продавал ее пост. Да, вот. И она говорит, там ролики безбергиемы. Действительно, никаких роликов не было. Было просто правильное информирование людей. Да, что вот, есть болезнь, вы от этого никуда не убежите, но ваша задача мыть руки, ваша задача дистанцироваться, и если вы себя плохо чувствуете, сидеть дома. Вот у меня была неделю насморк, я вот не могла быть. Понятно. Потому что они мне так, они такое, так сказать, давление оказывали именно вот психологическое, да, что ты должен сидеть дома. Почему? Потому что ты другим. Другим. Да, ставишь под риск, да. И поэтому, вот, наверное, ну, мое видение, наверное, с самого начала нужно было вот это говорить, сидеть дома социально дистанцированно. И вот хотелось бы еще сказать про школы. Здесь школы не закрывали. Школы не закрывали, садики не закрывали. Я могу вам сказать, со всей уверенностью, что, во-первых, я прочитала, что Швеция, почему приняла такой путь? Первое, в 2014 году или 2015 у них был свиной грипп. И они сделали анализ, что если они закрывают школы, и как это влияет на распространение вируса, того же свиного гриппа, они выявили, что это никак не влияет. И в этот раз, на этот вирус, когда случилось это, они приняли решение, что они закрывать не будут. Почему они сказали, что первое, это вот это, а второе, если мы закроем школу, то те люди, которые, например, в больницах работают, им придется сидеть дома, потому что их дети будут с ними. Они в школу не могут отдать. И потом вот где-то в начале марта я читала, или в конце марта, где-то в начале апреля я читала исследование австралийское, где тоже было исследование уже по коронавирусу, по вот этим закрытиям школы, где они также подтвердили, что закрытие школ никак не влияет на распространение вируса. Ни школ, ни... А это что за исследование? То есть именно на коронавирус? Потому что у нас, в принципе, все закрыли, и школы, я так понимаю, и, возможно, не откроют их и в сентябре, поэтому хотелось бы понять, на кого равняться, да, что за исследование было? Это было исследование, я вот помню, это австралийское исследование, прямо оно вышло, и я так поняла, тот же ВОЗ, вообще я не видела, чтобы ВОЗ, хорошо, мы даже по ВОЗ уже как-то ориентируемся, я не видела, чтобы они рекомендовали закрывать школы, и я не... И вот говорю, вот это Швеция пошла по этому пути, и сейчас, вот, например, прошло вот время, да, мы же отучились в школе, у нас уже есть, как бы, результаты, да, среди школьников не было никакой вспышки вируса, ничего не было, мои дети ходили в школу полностью, например, некоторые, я знаю, приезжие здесь побоялись, не отдавали в стадик, мои дети ходили и в школу, и в стадик, и не было никакой вспышки, и я вот знаю, ни в школе не было, то есть я лично на своем опыте это проверила, уже не говоря о том, что там проверить, ну, имеется в виду на какие-то исследования, да, я говорю вам на личном своем опыте, мои дети, вот когда вы все сидели дома, мои дети ходили в это время в школу и в стадике, они до сих пор продолжают. И в принципе, если вот... То есть даже в нашем стадике ходят... Я вот извиняюсь, что прерваю, тут получается, что в домах престарелых все-таки вот эта вспышка была, но если говорить про детей, то в школе, в стадике никаких вспышек не было, то есть как ходили дети, так и ходили, да, вот такого, что, предположим, 50% класса заболело, да, такого не было. Не было. Не было. Не было. То есть нам в школе тоже так рекомендовали. Если вы чувствуете, ваш ребенок чувствует немножко себя там плохо, с топлива побежала, вы просто не приходите в школу. Ну, в принципе, это нормально. В садике нам... В Казахстане тоже самое говорили. Если у вас топлив, вы не приходите нам в садик, да, то есть мы не заражайте других детей. Не важно, это коронавирус или грипп, да, не заражайте наших детей. Здесь то же самое. Если вы немножко... У вас есть топлив, не приходите. И все. То есть в это время а мы сидим долго. И я могу вам сказать со всей уверенностью, что закрытие школ и закрытие стадиков – это абсолютно неправильная мера, и я надеюсь, что еще будут консультации в Казахстане, и все-таки сентябрьский учебный год нормально у вас начнется, и не будет вот этого. Все-таки я считаю, что школы закрывать – это чрезмерно, и оно не оправдывает. – У нас получается… – То есть никакой вспыхки не было. – Да, но у нас, вот то, что ты рассказываешь, шведский сценарий, я понимаю, если бы, возможно, у них в обществе такой структуры с домами-постарелок не было, то совсем другая картина была. И это специфика общества. – Да, да. – А у нас было совсем по-другому. Всех посадили дома, все сидели два месяца, никто никуда не выходил, никто не ходил в офисы, не работал ни в стады, ни в школы. И через два месяца открыли, и наша, вот, скажем, назовем ее «казахстанская широта души», все пошли встречаться, общаться, и вспышка сейчас началась. – Обниматься. – Да, вот, обниматься, целоваться, там, той думан, деген, там, теремет нарсе и так далее. И сейчас вот по факту мы наблюдаем то, что ситуация очень плачевная, и тем более некоторые сейчас ратуют за то, чтобы опять вернуть и усилить карантин, то есть посадить всех домой. Да? А вот такого, опять же, месседж у нас, я понимаю, может быть, шведского общества, но у нас тоже говорят, не надо с друг другом встречаться. Но, к сожалению, у нас люди и продолжают и встречаться, и когда, вот, мы говорим, два метра социальное дистанцирование. Я недавно рядом с цоном проходил, то есть в цоне внутри ты можешь заходить по одному, потому что там нужно соблюдать дистанцию и так далее. Но вот перед цоном, там, знаешь, такое крыльцо было небольшое, и где-то человек 30 прям спина к спине вот так стояли перед цоном. То есть они туда заходят по одному, а до цона стояли прям на, скажем, квадратном метре по человек 9, да, что понятно, ни в какие там рамки не ленься. Вот такие моменты, конечно, у нас есть, и месседж у нас по поводу тестов пошел только тогда, когда тестов не стало. То есть всем сейчас говорят, тесты проходить не обязательно, если у вас уже есть симптомы, так как вы и так, скорее всего, заразились. И не надо проходить КТ, потому что, в принципе, фиброз и там пневмония, скорее всего, при ковиде, она по-любому будет, да. Вот такой вот месседж у нас сейчас идет. А знаешь, все-таки вот я хотел бы спросить, вот... Ну, это уже после, да, пика, грубо говоря? Во время. А здесь это говорили до. Нет, а нам говорили это все до. Вам никакие тесты сдавать не надо, вам не надо бежать к тесту сдавать, вам ничего не надо делать. Если вы себя плохо чувствуете, сидите дома, звоните по таким-то номерам. И точка, и вообще не выходите. Вот просто. Если вам совсем плохо, звоните еще вот по таким номерам. И вот если совсем плохо, ты уже едешь. Я хотела бы отметить, что 60 тысяч вот этих подтвержденных, это те люди, которые... Я, зная вот, сколько я тут с медициной столкнулась, это те люди, которые уже действительно почувствовали затруднение с дыханием. То есть все те, которые более-менее перенесли, они уже все перенесли. И вот я знаю, что в Стокгольме сделали уже исследование. На начало мая у них уже был каждый седьмой человек переболел. То есть антитела уже были. Но уже, я думаю, уже сейчас июнь, конец июня, уже получается каждый пятый, где-то уже 20% населения. Все-таки мы идем к 50%. И вот я, например, специально хотела бы отметить, что вот Швеция пошла не по жесткому карантину, а по добровольному ограничению. То есть они сказали, что волонтеры, то есть добровольные, это более устойчивая стратегия на 2-3 года. Потому что этот вирус будет еще циркулировать в обществе 2-3 года, пока вакцины не будет. А вакцина еще как бы, ну, 2-3 года. И держать людей в заперти – это неустойчивая стратегия. Когда вы их выпустите, будет еще больше волна. Ну, что в принципе сейчас в Казахстане идет как доказательство вот этому всему. То есть большой волной люди начали встречаться и начали друг друга активно заражать. А здесь было с самого начала добровольное ограничение. И до сих пор мы живем в таком, в полу, как сказать, ограниченной жизни. То есть мы не живем вот так, как там просто, да. Но в то же время у нас мы соблюдаем какие-то правила постоянно. Постоянно. Понятно. А вот? То есть вот как начали с тобой это? Идете, да, к этому. А вот ты сказала 50%, да, у Швеции. То есть 50% населения переболело, да? Вот я правильно понял эти 50%? Нет, сейчас, нет, 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 нет. В начале мая они замерили, где-то 15% переболели. Это каждый седьмой в Стокгольме. Ну, это где вот самая большая там... Ну, это они экстраполируют. Понятно, что это уже можно по шляпу считать. Сейчас, к концу июня, уже где-то 20%. Потому что они сказали, что ближе к 20% будет это. Просто они думали, что вирус, наверное, будет быстрее распространяться и быстрее. Но вот они, насколько я вот помню прогноз был, они думали, что где-то вот в мае, в июне у них будет 30% переболевших. А где-то во второй, то есть в ноябрь, декабрь, да, уже вторая волна у нас, вернее, осень ждет еще. Там вот ожидали они где-то 50-60%. То есть мы чуть-чуть медленнее идем, чем они прогнозировали. То есть было в начале мая 15%, а сейчас, наверное, где-то 20%. И, наверное, в зиме, наверное, 40%. А все-таки, чтобы достичь коллективного иммунитета, где-то 50-60% надо, я так поняла. Ну, у нас, я вот... Но, но... Да, да. Но я хотела бы сказать, что они говорят, что это будет устойчивая стратегия. И вообще у них здесь, если честно, с точки зрения медицины, да, вот что я сделала сравнение и разницу, они очень сильно делают ставки, что твой организм должен все сам побороть. Вот недавно у моего сына укусил клещ. Я там в истерике побежала в больницу с ребенком. А они такие, нет, нет, вы наблюдаете. Если у вас там вот такие кружочки появятся, вот тогда мы к вам придем. У меня там, опять я инфаркт сердца получила, ну, и я уже такая, уже начала привыкать. То есть они говорят, что ваш организм должен сам... Переборять. ...правляться. Да. И они с самого начала, да, они с самого начала говорили, вы должны переболеть. Мы хотим, чтобы вы переболели, у вас был вот какой-то иммунитет и так далее. Вот здесь... И они, я думаю, верят в это больше. Да, вот здесь я как раз и хотел сказать, что это отличительная черта медицины за рубежом. Там просто так прийти и антибиотик купить, как у нас там, невозможно. У нас везде там, на каждом шагу, в каждом доме аптека. И в этой аптеке, ну, сейчас в этой аптеке ни ингаверина, ни азитромицина, всем советуют это. Этих двух лекарств нету и все они пропали с прилавка. Но вот когда мы говорим про 50%, то, что шведы говорят, а все-таки здесь есть понимание, что иммунитет, то есть эти антитела, сохраняются всего 2-3 месяца. А после этого у тебя есть опять вероятность того, что ты заболеешь повторно. Что по этому поводу в Швеции говорят? И вот интересно, как они собираются достигнуть вот этих 50% к октябрю, к сентябрю? Даже разницы нету когда. Если через 2 месяца у людей опять там иммунитета, как говорится, нету, да? Ну, смотрите, я вот смотрела тоже, ну, как, вебинар, да, вот такой вот такой лайф-сессион с одним бывшим эпидемиологом Швеции, который сейчас является советником ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, да? И вот он что сказал? Он сказал, что, да, сейчас никто не знает у коронавируса, какой есть иммунитет. То есть он есть, он говорит, вот те люди, которые говорят, что у него нет иммунитета, это, говорит, настолько люди неграмотные, непрофессиональные. Иммунитет будет, он сказал. Но вопрос, говорит, какое время? То есть это будет как корь на всю жизнь, да? Мы один раз корью переболели и на всю жизнь. Либо это будет как грипп. 3-6 месяцев. То есть у нас же то же самое, 3-6 месяцев переболел, через 3-6 месяцев у тебя есть вероятность, что ты снова гриппом переболеешь. Но я так поняла, что сейчас, во-первых, нету никаких исследований точно, сколько у человека сохраняется иммунитет к этому коронавирусу. Еще нету исследований. Но даже если мы предположим, что он такой же короткий, как у гриппа, 3-6 месяцев, я так поняла, что когда большинство населения переболеет, он уже будет как грипп, то есть он уже будет легче переноситься, он же мутирует все время. И я так поняла, что он будет... Вот, например, потом я еще российского ученого послушала, и там он сказал, говорит, человек за этот период обнаружил 4 вида коронавируса. Сейчас это будет 5. Ну, то есть мы не сможем от него, как говорится, избавиться. Наша жизнь просто его принять и постараться жить. Вот месседж такой все равно. Принять и простить. Да, и бегать там вот... Да, и еще я хочу сказать одно, что вот если вы там все носите маски, там в истерике, да, мы здесь ничего не носим. Там ситуация стала даже улучшаться. Я не ношу маску ни в школу, ни в садик, ни в магазине, ни на улице. Я не ношу ни маски, ни перчатки. Ничего не делаю. Я просто прихожу, сходила на улицу, помыла руки и все. Вот это все вся моя. Даже не хожу с этими антисептистами. А это только ты или все население в Швеции сейчас полностью... Те. Никто в маски не ходит? Никто в маски не ходит. Только тех, вот им сказали, только тех, кто болеет. Но тот, кто болеет, им вообще сказали сидеть. Понятно. То есть вот если ты придешь на улицу, никто в маски не ходит. И у нас нет взрывного роста коронавируса. Понятно. А вот если брать текущую ситуацию и посмотреть на бизнес. Давай вот начнем с малого, среднего бизнеса, да, и потом про компании большие. Я вот понял, что и садики, и университеты, все, все работает. А вот если взять, возьмем, предположим, как, там, кафе, рестораны, да, опять же, прачечные, может быть, какие-то секции, кружки, там, танцы, да, там, для детей или фитнес. Все это работает сейчас в данный момент? Вот я могу сказать, что у нас вот не прекращалась эта работа. А, вообще даже не закрывали, да? Единственное, не закрывали, да. Ну, вот я слышала, что в Горми потом, когда уже прям у них что-то стильное начало, когда вот где-то конец апреля, вот прям у них прям пик пошел, они начали уже. Единственное, что они требуют в этом кафе, ты можешь прийти в кафе и посидеть, но ты не можешь, вот, ты сидишь здесь, кушаешь, да, но ты не можешь прям рядом там с другим человеком. То есть вот если у тебя один столик, через другой столик он будет заклеен крестиком, что-то там за этим столиком сидеть не могут, и через столик другой будет сидеть. То есть в кафе они рекомендовали сделать вот это тоже социальное дистанцирование, то есть ты можешь прийти покушать, но тебе нельзя сидеть друг с другом прямо вот так в рядышком. То есть они требуют, чтобы у тебя было вот это два метра, полтора-два метра дистанции, и все. Соблюдайте в кафе вот эту дистанцию, и все, и вы будете работать. Ну, в основном, я скажу, многие кафе, во-первых, они же очень сильно, вот, как бы, safety, да, safety, безопасности, и они больше не сколько о деньгах, а сколько о безопасности их работников, некоторые рестораны прям закрыли. Понятно. Чтобы, как бы, обезопасить своих работников, но, или перешли полностью на, как сказать, delivery, да, на метро доставка. Но у кого есть летники, то есть, да, на улице, вот там вообще люди спокойно сидят, ну, кафе там, сидят, кушают, да, только единственное, не рядышком. Если раньше можно было рядышком, то сейчас уже этого не разрешают. Понятно. А вот если брать теперь крупные компании, там как сотрудники тоже, я если понимаю, раз общепит даже работал, то крупные компании, тем более, да, все вот продолжают работать и, в принципе, не закрываются. Или как, или все-таки какие-то перешли там на удаленку. Вот по поводу удаленки есть такое понятие? Нет, вообще, нет, когда все это началось, во-первых, оказывается, сама по себе швед, они же очень диджитализированные, и они всегда, в принципе, практиковали работу, они очень гибкие, они практиковали эту работу из дома, то есть у них это все было. Но когда вот это все началось, как я сказала, так как они переживают всегда о работниках, то они сразу, вот кто, у кого была возможность, процентов 80, они все перевели на удаленку. До сих пор, есть компании, которые до сих пор работают, то есть это больше было, опять же, добровольное, и они думали о своих работниках, то есть здесь не потому, что их заставили, вот это и есть разница. Они, вот правительство, они объясняют, какие могут быть риски, и говорят, вы принимайте это под свою четкую ответственность, и как бы думайте о безопасности своих работников. То есть вы же будете завтра, если ваш работник будет больной, да, там, и завтра все переболеют, и будет какая-то вспышка, завтра, во-первых, это по репутации ударит, во-вторых, вы останетесь без работников, то есть для них работники это очень такой важный капитал. И поэтому для них безопасность это важна, и поэтому они сразу их всех перевели, и многие до сих пор работают в удаленке, но кто захотел, они возвращаются потихоньку. Ну, то есть они вот такой флексибл, они и так были флексибл, а сейчас они еще больше гибкостеральны. Я знаю, единственное, что многие компании пострадали все-таки, например, как Вольво, но это потому, что мировой кризис пошел, а они же экспортированы. Да, продукцию, продукцию перестали покупать, понятно, что сейчас машины мало кто покупает, и только у нас в Казахстане, когда кризис был, все побежали там покупать машины, только потому что девальвация тенге, и все там по старой цене куплю машину. Райсы нету, Вольво, Тондо или же Тойота, пойду куплю, и машина зато будет. Ну, интересно слушать, это значит, ты рассказываешь какие-то вещи, как будто с другой планеты, то есть вот мы с тобой вроде сидим сейчас вдвоем. Да, с Марса, да, с Марса, там все так, знаешь, продумано, заранее, там, вот здесь только не предусмотрели, что стариков вот надо как-то ограничить в этих домах престарелых, но я более чем уверен, что они, наверное, частные эти дома престарелых, нерегулируемые, поэтому там государство пока опомнилось, время прошло. А у нас реактивно, то есть, к сожалению, мы даже вот в КПМГ вынуждены реагировать реактивно, почему? Потому что сейчас идет всплеск заболеваемости, мы изначально уже давным-давно, как только все перешли на удаленку, мы тоже перешли на удаленку, в карантин первые 100%, потом сказали, кто хочет, приходите, но до конца лета мы на удаленке, вот как ты говоришь, человек сам выбирает, приходить ему в офис или не приходить, никого мы не заставляли. Но вот сегодня все-таки мы приняли решение, на ближайшие две недели с партнерами приняли решение, будем закрывать офис наш, чтобы не подвергать сотрудников опасности, так как рост количества заболеваемых сейчас реально неконтролируемый, то есть тут я уверен, что если в садик кого-то отправить, там сейчас, возможно, мы бы и получили там такую картину не очень хорошую. Ну если теперь говорить, вот все-таки завершить тему коронавируса, а то мы с тобой на нее, скажем, у нас ушло довольно-таки... Да, давайте не будем на нее много тратить время, мы уже устали все от нее. Но все-таки если резюмировать, и ты бы обратилась к казахстанцам, которые сейчас будут смотреть наш прямой эфир, что бы ты пожелала, да, вот сейчас в это непростое время, когда кругом здесь у нас в Казахстане бомбы коронавируса рвутся каждый день, да? Я хотела бы вас всех призвать, чтобы вы не паниковали. Как вам сказали, и как весь мир был очевидцем, многие переболеют его очень в легкой степени. Не надо из-за этого устраивать трагедии, паники, бегать там по этим больницам, где вы еще вот как раз-то можете зацепить этот вирус, да, грубо говоря. Если вы вдруг почувствовали себя, сидите дома, не ходите по родственникам, не ходите по больницам лишний раз. Вы переболеете, и наоборот порадуете, что вы переболели, у вас появится иммунитет. Вот мой призыв такой, вот и мое мнение, наверное, правительству надо тоже вот этот призыв сделать, что все-таки не стоит так паниковать, и все в управляемом режиме, все. Вот, наверное, вот этого я не чувствую, да, вот что вот у нас, как бы вот этот месседжа нету, и хотелось бы, чтобы вот этот месседж как бы правительство все-таки передало людям. И вот когда наводят страх, это еще больше, как сказать, во-первых, падает иммунитет, как минимум, от страха, да, а во-вторых, еще больше, в общем, это, мне кажется, потом может вылиться в какую-то более сложную проблему, как у людей начнутся какая-то агрессия, ну, более другие сложные психологические проблемы. Поэтому, мне кажется, стоит все, вот как-то все-таки есть страны, которые смогли это правильно организовать и сделать такой микс, может быть, Швеция это была слишком такой легкий, такой слишком супердемократический вариант, да, Китай, может быть, это был слишком жесткий вариант, а если все-таки наша правительство выберет что-то среднее, что-то такое, золотую серединку, да, и подтвержденные там какими-то исследованиями и трезво, и людям донесет вот это спокойствие и без паники, мне кажется, это люди сразу почувствуют как-то вот безопасность, да, вот, не будет страха, и тогда они смогут взять все в контролируемый режим. Поэтому сейчас из-за паники получается неконтролируемый режим уже получается. Ну, здесь, к сожалению, золотую серединку взять уже не получится. У нас вот эта серединка, я, как говорится, знаешь, как это, хотели как лучше, а получилось как всегда, да? Ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы, вот, кстати, да, история, что перебью, хотя бы, вот, после всего вот этого, что вот было, хотя бы извлечь уродов. Вот что я поняла от шведов, они всегда после любой вот такой ситуации, сказали, что вот, кстати, вот с этими домами престарелось, они будут делать большое серьезное исследование. Что было не так, что нужно было в следующий раз сделать, и в следующий раз они это... Да, учатся, грубо говоря, на своих ошибках. Хотя бы, вот, хотя бы это. Надо сделать исследование, не надо никого наказывать, просто надо потом, чтобы были, другой мануал, да, как говорится, инструкция, как действовать в таких ситуациях. Круто, круто. Ну, во-первых, я даже уже сейчас хотел поблагодарить тебя, то, что ты рассказала про опыт Швеции. Мне самому очень было интересно послушать, потому что здесь мы видим статистика по Швеции, по смертям вот этих 5000 на 60 там тысяч заболевших на количестве населения все-таки высоковатое, да, и было такое понимание, что метод этот не сработал, и они подвергли всех своих граждан большому риску. Но, оказывается, совсем все по-другому, и спасибо тебе за этот пласт информации. У меня предложение теперь планомерно пойти к образованию. Расскажи, что ты отучилась, так называемую учебу за бугром, и что это такое, уже понимаешь, понимаешь, что такое там учеба в Великобритании, да, но говоря теперь про непосредственно учебу в Швеции. Почему Швеция? Почему не Швейцария, да, или еще какая-нибудь страна? Ну, во-первых, когда я, почему-то я вот, когда работала в Казахстане, да, вот, у меня была действительно достаточно хорошая карьера, все нормально было, но я себя как-то чувствовала, что вот, что время меняется, что все меняется, и что я что-то вот упускаю, что мне надо что-то делать. И когда я вот думала, что мне нужно попробовать новое, я для себя точно решила, что я, например, не хочу идти на MBA-программу, хотя я могла, у меня опыт руководящей должности там и так далее, но я сказала, что я MBA не хочу. Я, так как я поработала в энергетике, больше вот этой технической части, мне хотелось именно вот такое вот техническое, вот более узкое направление взять. И когда я начала смотреть страны всякие, я поняла, что Швеция – это действительно та страна, которая лидер в инновациях, и вот все, что они делают, они делают, как сказать, ну, у них все это получается. И вот я хотела бы отметить, это мы вот следующее буду рассказывать, вот сейчас, если бежать вперед с паровоза, то Швеция считается номер-два страна в мире по глобальному инновационному индексу в 2019 году. То есть каждый год этот индекс замеряет. И я бы хотела бы сказать, что чем отличается образование, например, вот то, что я в Шотландии получила и вот сейчас здесь, да, чувствуется разница в чем. Вот англичане, вот Великобритания, да, шотландцы, они вот сильны вот в финансах. Вот я вот там изучала финансы, и вот это было, вот они прям вот темочки на это щелкают. То есть они просто профессионалы в этом. И видно, вот их вся экономика на этом построена, да, financial market. Сюда я приехала, я чувствую, что так как это инновационная страна, и вообще считается, их валюта считается как бы, ну вот крону, вот многие, они считают ее технологической валютой. И вот здесь все чувствуются технологии, инновации, и больше такое, знаете, производство, промышленность, и вот такой дух, и то есть вся страна вот этим пропитана. И сейчас они очень идут с вешеными темпами. Вообще Стокгольм считается как вторая силиконовая долина только в Европе. И они огромные инвестиции делают в инновации. И я вообще, знаете, почувствовала, что, вот по крайней мере в университете, когда мы здесь, вот преподаватели вот чувствуются, когда они преподают, я почувствовала, что вот у них это даже, знаете, вот они считают, что вот они должны быть инновационными, и они должны быть первыми всегда. То есть если вы посмотрите историю Швеции, то они очень много чего разработали. Даже вот этот ремень безопасности, который мы в машинах пользуемся, это в Швеции было изобретено. То есть они себя всегда спозиционировали как изобретатели, да? То есть изобретатель инновационный. Инноватор, да? Изобретение, да, инноватор, но я могу сказать, что изобретатель – это тот человек, который может просто изобрести, но он никак не сможет коммерциализировать, да? Вот разница инновации и инноватора. А инноватор – это тот человек, который может изобрести или там, например, взять какое-то изобретение и правильно его коммерциализировать и распространить во всему миру. То есть вот они могут… То есть вот в этом и есть логика инновации. И вот я чувствую, вот, например, здесь я очень глубоко погрузилась именно вот в эти технологические детали, да? Как нужно анализировать технологию, как нужно смотреть product development, да? У нас был такой предмет, вообще очень интересный, технологический industrial transformation, трансформация целого сектора. То есть когда что-то, какая-то технология приходит, они называют это disruption technology, да? То есть разрушающая технология. Вот сейчас digitalization – это считается одной из разрушающих технологий. То как сектора целые ведут тебя? Да. Например, вот я простой пример приведу по 3D-принтеру. Он сейчас может сильно поменять сектор по производству медицинского оборудования. Он… Могут компании исчезнуть. Уже больницы могут сами печатать там протез, который им там нужен, да? Соответственно, и там с какими-то данными. То есть они делают что? Очень все время анализируют, исследуют, что меняется. То есть как технология одна может повлиять не только там на какую-то компанию, но на целые сектора разные. То есть вот, в общем, здесь я больше погрузилась именно вот в такой технологический анализ. И я чувствую, что здесь они очень стильно заточены на всякие технологии. Они все вот… Они вот прямо вот глубоко это изучают. Понятно. А вот если, знаешь, вот ты сказал номер два в мире, да? Не просто там в Европе. Потом ты сказала Силиконовая долина Стокгольм, да? Это только европейская, да? А вот если такие вот три примера из крупного бизнеса, можно там… Если инновации в ресторанах вот у нас спрашивают наши слушатели. И вообще в целом вот какие-то несколько примеров, которые мы бы вот послушав здесь, в Казахстане, прониклись бы тем, что вот это реальная инновационная страна. Ну, например, я могу примеры привести простые. Например, тот же Spotify. Знаете такую компанию Spotify? Нет. Вот, пожалуйста, расскажи. Это вот они вот музыкальную индустрию. Вот Spotify, они музыкальную индустрию полностью поменяли, да? То есть сейчас не надо там идти там вот эти раньше iTunes были, да? То есть у iTunes там сиди. Сейчас это все можно. Вот приложение, стриминг, там слушаешь. Это тоже шведская компания. То есть они очень сильно заточены на инновации. А по поводу вот ресторанного бизнеса, да, или вообще вот что у них там. Они сейчас очень большой упор делают на вот этот диджитализейшн. То есть они очень упорно смотрят, как вот этот диджитализейшн можно автоматизировать, да, там как можно улучшить процессы. И, например, вот простой пример, они это все делают не только там на уровне бизнеса, но они это в первую очередь еще в паблик сектор, да? То есть вот государственные услуги это все очень хорошо внедряют. В принципе, я вот считаю, сон это вот прям наша гордость. Ну вот этот, ЕГОВ, да? ЕГОВ, я считаю, что это достаточно наша гордость, которую можно еще похвастаться. Вот, и они тоже вот эти все вещи внедряют, и вот, то есть у них, у каждой компании есть цель, и есть определенный бюджет, который они тратят на инновацию. И если вот я так заметила, вот говорю, например, вот у нас был такой пример, мы анализировали ветрогенераторов, да, то есть вот рынок ветрогенерации. И вот с шведом было немножко грустно, я так поняла, даже вот по преподавателю, что этот дизайн, именно вот этих трех лопастей, да, это вообще датский дизайн. То есть они, как бы у них было вот competition, да, и вот он говорит, что ошибка шведов была в том, что они делали это, но они слишком все это усложняли. А шведы говорят, правильно пошли, они пошли по простому пути. И, да, датский дизайн считается dominant design. Ну, dominant design, это значит доминирующий дизайн, который, эта технология так быстро потом распространилась по всему миру и стала стандартом для других технологий. То есть они, еще вот у них логика, они разрабатывают какую-то вот продукцию, и они стремятся сделать ее стандартизировать. Тот же Ericsson, да, 5G. Ну, вот, то есть они всегда, вот, или, да, 2G, вот они сам, когда начинали digital, да, то есть их задача вот стандартизировать. Я понял. Запатентовать и стандартизировать. А вот если сейчас вот посмотреть на твое обучение, реально уникальная ситуация, то, что ты приобретешь такие знания, навыки, как вот этот продукт. Во-первых, посмотреть, что можно сделать с точки зрения инновации, как его улучшить, куда дальше пойти, да. А насколько ты думаешь, твои знания можно будет применить по возвращению в Казахстане? Возможно ли это, или все-таки эти знания сейчас будут более полезны в Европе и в той же силиконовой долине в Америке? Ну, могу сказать, что я вам хотела бы вот одно сказать, что в Казахстане вот образование, да, вот этим вещам я не знаю, когда будут учить. Если сейчас этим не заниматься, то я не знаю, когда будут. И тогда мы отстанем. И мы не... То есть разрабатывать... То есть вот то, что сейчас я вот вижу, да, там венчурный капитал у нас в Казахстане, да, там я вижу, они там какие-то делают инновации, но я все это вижу, что это все такое мобильное приложение, там разработчики, но это не... это все такое, знаете, недолгосрочное. И вот образование вот наше техническое, да, оно вот прям не дает вот этого... того, что вот здесь глубоко изучают, какие тренды. Например, вот инновационная стратегия, она отличается сильно в зависимости от ситуации, да, если ты разработал какой-то продукт, ну, например, даже приложение, да, надо смотреть на рынок. Если это приложение помогает улучшить процессы, то там одна определенная инновационная стратегия. Это называется инновационный процесс, да, и стратегия на инновационный процесс. А если у тебя радикальная инновация, которая сейчас вообще перевернет с ног на голову весь рынок, да, то есть раньше мы так жили, а теперь полностью парадигм поменяется, то это уже другая стратегия, и там даже другие люди нужно нанимать. То есть здесь и у наших менеджеров многих этих знаний нет. Поэтому, наверное, вот эта, которая инновационная стратегия была в Казахстане, принята, она, наверное, в мое мнение, она провальная. Почему? Потому что вот этих технологических особенностей никто не знал. Все поверхностно изучили там какой-то инновационный менеджмент, но технический какой-то инновационный менеджмент, никто не понимал, о чем это речь. То есть любой продукт, он проходит определенные фазы, циклы, и каждому вот этому фазе, циклу нужно четко определять, какие ресурсы ты тратишь, какие знания тебе нужны, каких менеджеров ты в это время должен нанять, когда ты, например, запускаешь что-то или иной стартап. То есть на один продукт тебе стартап нужны отдельные, одни люди на определенной, а в определенной фазе, когда меняется ситуация, рынок, и когда уже выходишь на более там другой рынок, тебе уже будут нужны другие компетенции, другие люди. Да. То есть если ты выходишь на доминант дизайн, стандартизируешь, тебе уже нужны инновейши, больше кто, кто занимается улучшением продукта. То есть я не знаю, в Казахстане, конечно, сложно, но я думаю, что в Казахстане надо начинать с образования, и, конечно, вот хотелось бы, конечно, чтобы в Казахстане все-таки компании начали уделять больше внимания инновациям, и они должны понимать, что... И вот у них даже есть, вот в Швеции есть понятие такое, что ты не можешь рассчитывать, компания не можешь рассчитывать на долгосрочное развитие без инноваций. Понятно. То есть если у тебя не будет инноваций, то у тебя будет краткосрочная жизнь. Ну, это интересный подход, то, что вот все-таки, знаешь, у нас как-то здесь инновации, они у нас идут в отрыве от производственных процессов. И как я понял, вот все-таки в Швеции есть производственный процесс, есть структура компаний, и уже инновации вытекают отсюда, да, идут вперед, а не так, что от противного где-то что-то придумали. И вот здесь я соглашусь, что у нас инновации – это мобилки, приложения разные, то есть такое более все поверхность. У нас время идет, сейчас вот мы уже, знаешь, чтобы, получается, так быстро все две минуты пролетело, у нас впереди не так много времени осталось. Я хотел бы попросить тебя, чтобы сейчас поделилась ты с особенностями как раз вот этого образования. Расскажи, пожалуйста, про школьного, да, потому что в университете мы уже поняли, как вот подход такой основательный, модументальный, а вот школьного образования. Очень интересно послушать. Да, у тебя дети, да, вот тоже хочешь послушать. Ну вот я хочу сказать, что вот когда мы приехали, мы пережили шок. Первый шок, который был. Во-первых, все школы бесплатные, ладно, у нас тоже это есть. Во-вторых, мы пошли в школу, нам не нужно было никакую форму покупать, то есть свободная одежда, окей. Третье, что вот особенно наш шок был, тебе ничего покупать не надо, никаких школьных принадлежностей, все в школе есть. Книги, ручки, карандаши, все. То есть мой ребенок, у него пустой рюкзак, даже рюкзак уже не нужен, потому что все лежит в школе, не надо это таскать домой. То есть если тебе дают там какое-то домашнее задание, ты можешь взять эту книжку. И вот что еще вот, особенно мой сын пережил определенный шок, это ему выдали ноутбук. Кром, такой знаете, кромбук, такой вот нетбук. И все это, понимаете, они, то есть во время уроков, если им нужно зайти в YouTube, посмотреть какую-то информацию, они заходят. Ничего себе. То есть, да, у них вот, если какие-то домашние задания им дают, у них еще все это онлайн-режиме. То есть, например, учителя, все эти, как сказать, домашние задания, в общем, общение с родителями. У нас есть специальная Unicum-система. У них, кстати, есть та же самая система, как и у нас, ИИН. У Казахстана не 12 цифр, а здесь 10 цифр. И вот по этому ИИНу ты заходишь, подтверждаешь, там делаешь вот это СЦП и заходишь в школьную систему. И там ты, как бы, учителя оценки выставляет. Ну, до 6 класса здесь оценок нет, но даже если оценок нет, они пишут свои эти фидбэки, да, отзывы. Как он ребенок там себя вел, что он там сделал, как он там на уроках. И там же, видите, каждую пятницу учитель пишет какой-то отчет краткий, что они делали на этой неделе и что вот они должны делать на следующей неделе. Какой-то такой план. То есть, что было и что на следующей неделе. И мой ребенок, да, вот у него этот Chromebook. Первое время он в шоке был, что у него этот ноутбук. Он там играл, в YouTube сидел. В общем, особо не учился какое-то время. Ну, в общем, потом он подумал, что здесь учителя не ругают. Кстати, да, здесь такого нет, здесь не ругают. Здесь учителя вроде не ругают. И он там вообще расслабуху поймал. Ему 10 лет, 4 класс хотя бы. И, ну, потом что случилось? Когда они уже поняли, что этот вышел из-под контроля, наш ребенок. Я-то тут в учебе, мне не до этого. И они вызывали меня, родителей. И, как говорится, там провели беседу. И я потом вот когда разговаривала, у нас есть учители по русскому языку. Вот они обязательно еще так, если ты русский язык изучал в школе в своей стране, да, ты сюда приехал, тебе продолжат давать этого учителя, чтобы ты не забыл свой язык. То есть они очень уважают вот эти традиции твои, твой язык. То есть ты должен выучить шведский, но при этом ты не должен забыть твои корни. То есть вот это. И у нас есть учитель по русскому языку, она армянинка, приходит каждую неделю, с ним делает уроки. Но она первое время помогала учить его шведский язык с точки зрения русского. То есть ему по-русски объяснила, как лучше учить шведский. Это тоже вот их была стратегия. И вот она мне сказала, что дети думают, что они там релакс, расслабленные. На самом деле здесь invisible control. Это значит невидимый контроль. То есть учителя здесь, как KGB, вот так тихо и наблюдают. А потом это все родителям. Понятно. В общем, все там думают, что там как будет, но зато они детей не транслируют. А язык обучения какой? Английский или шведский? Шведский. Шведский. А как вот ты с ним домашнее задание делаешь? То есть мы первое время... Ты нам... Ты вот, я уверен, что у тебя шанс... Он все сам делает. С шведским, наверное, я знаю, что ты английский, русский хорошо знаешь. А вот шведский... Гартанный у них, по-моему, такой, да? Смотри, я вот говорю... Вот этот учитель, который раз в неделю приходит с ним по-русски, да, который... Если он... Вначале это понятно, что у него вообще все было плохо. А сейчас она с ним занимается, имеется в виду, она приходила раз в неделю, ну, а потом они призвали ее два раза в неделю. И вот она с ним занималась, объясняла ему шведский, русский и вот помогала ему, объясняла, как вот делать домашнее задание. То есть вот когда ребенок приехал, который ничего не знает, они его не бросили. Они с ним занимались, чтобы он лучше стал язык знать. И вот во второй... В первом полугодии у нас жалобы были на него, а во втором полугодии он уже... Ну, понятно, что мы провели с ним серьезный разговор. Серьезный разговор, да. И после этого... Серьезный разговор, да. И после этого, и как бы он потом, знаете, он когда уже язык стал больше знать, уже... Все равно дети же, они же быстро изучают. Он уже как-то начал больше язык знать, уже с детьми другими подружился, и у него уже язык стал. Он сейчас читает у нас хорошо, все понимает, но еще чуть-чуть плохо говорит. И он разговаривает с другими детьми, ну что, хорошо, нам в Швеции повезло, 90% здесь говорят по-английски хорошо, даже дети. И мы вот приехали, и он говорит, я с ними разговариваю на свинглиш. Это значит, они смешивают шведский, английский, у них вот такая каша, и вот они все разговаривают. Ну, в общем, мы довольны, и он тоже довольный. Я ему говорю, может быть, ты хочешь, там, в Казахстане, там, чем мы в частной школе учились. Может быть, ты хочешь? Он такой, нет, нет, мне все нравится. То есть пока он, я думала, может быть, все-таки уедет, все-таки, если ему тяжело здесь и так далее. Думаю, пусть в Казахстане, пока я закончу университет. Нет, он сказал, нет, я буду стараться. И уже во втором полугодии мы уже с директором разговаривали. Он сказал, что все нормально. По садику я хотела бы что отметить. Это, наверное, самая основа все-таки. Во-первых, какой я шок пережила, когда в садике была? Дети спят на улице. То есть если у нас дети спят в здании. Это поподробнее. Дети спят. Да, поподробнее здесь, пожалуйста. То есть вот я сначала такой шок пережила, как это на улице спят, вообще с ума сошли, что ли? А оказывается, в общем, они поиграют, а потом, у меня же маленький был годик, полтора. Ну, в общем, меня там слышат тоже. Ну, вот я хотела про садик. Они на улице спят. И вот так их одевают, ложат в эти коляски, и они там спят. Я спросил врач, что это вы на улице моих детей, вы что будете его там заболеть? Вы, говорит, как раз-то он там и не заболеет. Как раз если они были бы в комнате, они бы точно друг друга перезаражали. Так как они на улице на свежем воздухе спят, у них будет иммунитет лучше. И вот что я отметила здесь, то что действительно у детей иммунитет получше, потому что они постоянно гуляют на улице. И у меня вот у старшего ребенка был шок, кризис какой. Учителя мне жаловали, что мой сын не хочет выходить на улицу. То есть у них есть большие перемены, и они всех выгоняют на улицу. И закрывают школу, типа, все, закрыто, идите на улицу. А мой старший сын, так как он учился в казахстанской школе, они, наоборот, сидели там в здании. И мой ребенок не хотел выходить. И мне учителя прям приходили, жаловались, говорили, почему ваш ребенок не хочет выходить на улицу. Сейчас он уже привык и уже прям с радостью ходит. Ну, мне кажется, вот казахстанское школьное образование, наверное, надо вот это внедрять. Больше быть на улице, больше общаться на природе. И вот они, у них обязательно среди определенного времени, 2-3 недели, есть обязательно уроки где-то там на улице. В плане того, что либо там в парке, либо в лесу они там учатся, как там шалаши строить. Или там еще вот, ну, то есть вот такие, то есть очень много общения с природой. И вот, например, вот даже маленькие, да, у меня годовалый ребенок, они вот, например, на пляж ходят. У них есть и в лес они ходят, на пляж, то есть определенное время они ходят, вот, как бы, науку очень постоянно. Единяя с природой, да? Да, и постоянно с коронавирусом, так они вообще стали еще больше проводить на улице время. То есть вот это, в общем, вот эта особенность, которую я увидела. И вот я еще хочу вот один шок рассказать, который я пережила недавно. У меня ребенок старший начал страдать аллергией, у нас в определенное время есть. И я пошла в больницу. Консультация для, если у тебя ребенок, он бесплатный. Консультация у врача бесплатная. Он выписал нам лекарства по назначению, я пошла в аптеку. То есть я им сказала ИИН, моих детей, они в систему зашли, выдали мне лекарства. Ну, я только карточку готовлю, такая, сейчас, наверное, там заплачу бешеные деньги, это уже все дорого. Бесплатно мне выдали в таке. Говорит, вас, говорит, врач назначил. Вам, говорит, врач назначил, у вас, говорит, дети, говорит, поэтому, говорит, вам бесплатно. Я говорю, а дети это до скольки? Дети, говорит, до 23. И зубы лечим, все бесплатно. Ну, круто. Я, короче, я вот такая вышла, знаете, с лекарствами, и чуть в ум в морок не упала. Ну, Айджан, я вот хочу сказать, у нас, во-первых, поблагодарить за такой интересный эфир, который целый час вот у нас пролетел незаметно. Ты как будто рассказывала вещи с другой части, как я говорю, с другой планеты. Я хотел с другой части мира, это понятно, но с другой планеты под названием Марс Швеция, да, я могу сказать, обязательно поеду в эту страну, посмотрю. Приезжай. Более подробно, что там происходит. Как откроют границы, приезжай. Обязательно. Обязательно. Поэтому я хотел поблагодарить тебя за такой вот классный, шикарный эфир. Для себя много узнал про коронавирус, узнал про подходы Швеции, и, конечно же, теперь я четче понимаю, что же там происходило. И по инновациям тоже, да. Какое образование сейчас дается в Швеции, и как же все-таки детей учат. И про единение с природой, и далее уже про такие вот классные моменты. Вот я добавлю, очень важно. Они даже с детства их приучают вот эко-воспитанию, да. То есть вот то, что вот мы же говорим, ой, у нас везде грязно, у нас везде мусор, люди вот такие бестолковые, да. Понимаете, люди не бестолковые. Это все зависит от воспитания, и это дается в садике. И вот они в садике в школе, и мозги так промывают за эти там 12-13 лет, что их там в школе учат делать компост, да. Компост – это когда вот пищевые отходы, как это нужно сделать, и для того, чтобы это завтра как бы удобрение сделать. То есть как перерабатывать. Ничего себе. На этих трудах, да, вот на трудах они используют эти, как сказать, поделки делают из вот этих бывшего мусора, да, грубо говоря. То есть если мы хотим реально что-то изменить, мы должны менять систему образования в садике и систему образования в школах. Если мы хотим, чтобы у нас были дети более эко-воспитания, более инновационные, то мы должны эти предметы в школе им дотрять. То есть если вы хотите, чтобы у вас был ребенок инновационный, то у вас должны быть уроки по 3D-принтеру, там, уроки там по креативности, да, там и так далее. По робототехнике, да, там, по программированию, да, то есть, ну, вот такие, которые сейчас наши дети больше на кружки ходят, чем это школьное воспитание. Да, да. Вот, и вот мой призыв, если мы хотим стать инновационной страной, я вот сейчас еще одну цитку скажу, Казахстан 79-е место занимает, а Швеция подняла, была 174-я, а стала 79-я, упала. А Швеция была третья, а стала вторая, обогнала США. И вот я поняла, что вот проанализировав вот эту статистику, я поняла, что самое главное, что они делают, это первое, они очень много вкладывают в образование, вкладывают в research and development, то есть у них очень много инвестиций идут в это. И у них очень сильно развита вот это верховенство закона в плане того, что вот патенты, да, торговые марки, то есть, ну, вот это. Это и есть основа для того, чтобы инновационно быть инновационной страной. То есть это не только просто заявлять, а вот именно достичь. И, конечно, вот, как я сказала, школа и садик – это основа. Ну, это круто, это круто. Хороший такой призыв. Я надеюсь, что его в конце все наши чиновники и правительство услышат и будут все это менять в правильном направлении. Поэтому еще раз я хотел поблагодарить, сказать большое спасибо нашим слушателям. И вот дать тебе возможность тоже пару слов в завершении нашего эфира сказать. Пожалуйста, Эжат. Да, я вот понимаю, что… Может быть, что-то слушателям пожелаешь. Да, благодарю всех, кто присоединился к этому экрану, кто посмотрит в оффлайн. Ну, имеется в виду, когда мы уже загрузим. Хотелось бы всех призывать к тому, что если мы хотим что-то лучше сделать в нашей стране, да, понятно, что мы можем критиковать нашу страну, там, все плохо, да, но если мы хотим реально что-то сделать, надо начинать с себя. И вот как я призываю всех, да, сейчас, вы начните хотя бы вот именно с переработки мусора, да, с сортировки мусора, да, если вы покажете это поведение своим детям, ваши дети начнут это повторять. Потому что дети повторяют поведение родителей, а не то, что им говорят. Поэтому если вы это будете делать, то и ваши дети это будут делать завтра. И если мы, каждый из нас будет это все делать, завтра наша страна будет почище, более культурная, и более, ну, как бы, будут уже какие-то правильные принципы заложены. Вот, я все-таки вот за вот это, начать хотя бы с вот этого эко-воспитания. Спасибо. Спасибо, Ижан. Но я думаю, многие, кто нас посмотрят сейчас и будут смотреть уже позже на канале YouTube, с удовольствием послушают всю эту дискуссию. Мы постараемся быстрее такое интересное видео и наш интересный эфир выложить. Хочу тебе сказать большое спасибо. Удачи в учебе и удачи твоим деткам. Спасибо тебе тоже большое, Айфакен, и всем слушателям. И надеюсь, что все было интересно. И, в общем, Айфакен, мы будем ждать больше твоих прямых эфиров. Спасибо. Пока. Давайте. Stay safe. Пока. Пока. Stay safe.